В этом Виктор не хочет обижать чьих-то чувства национальности или религию, салам всем джанцам и адекватным зрителям моего канала. Не забываем ставить лайк или дизлайк, подписываться и нажимать на колокольчик, спасибо за просмотры. Русская служба BBC, информационные услуги, Карабах, хронология конфликта, от автора канала Начало, ссылка сверху с 1987 до 2005, в 1987 год август, карабахские армяне посылают петицию с десятками тысяч подписей в Москву. 18 октября демонстрация в Ереване в знак протеста против инцидентов с армянским населением села Чердахлу, к северу от Карабаха. 21 октября Гейдара Алиева выводит из состава политбюро, добавка от автора канал, к этому времени в Азербайджане уже были беженцы с Армении, и их вселили в общежитие, которое было построено для строителей, девятиэтажных домов во временное пользование, и позже выдачи им квартир, но им не повезло, случился миацум в головах армян. В этот девятиэтажный дом с четырем подъездами вселили с осени 1987 года. Беженцев и против ихнего дома жили армяне и люди разных национальностей, ссылка о беженцев появляется вверху. Национальностей, никто с этого дома не был убит, но мы своего друга армянина с его семьёй отец, сестра, жена и двое детей. Проводили в 1989 году в осени и в центре Баку были открыты, где армяне собирались и отправляли в вокзал. Мы провожали своего товарища и через некоторое время получили письмо от него, но без обратного адреса в Армении, продажам BBC. Ноябрь нападение на азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Ссылка вверху. 16 ноября советник президента СССР Михаила Горбачёва Абела Гонбигян, выступая в Париже, высказался в защиту присоединения Карабаха к Армении. 1988 год 25 января азербайджанцы изгнаны из Кафанского района Армении. 13 февраля первая демонстрация по вопросу о Карабахе в Степанакерте. 19 февраля первая демонстрация по вопросу о Карабахе в Баку. Солдаты СССР в Карабахе 1988 год. Власти СССР ввели в Карабахе особое управление. 20 февраля областной совет народных депутатов проголосовал в Степанакерте за просьбу о переводе Нагорного Карабаха в подчинение Армении. 21 февраля в Ереване начинаются массовые демонстрации. 22 февраля двух азербайджанцев убили в стычке в Аскеране. 24 февраля Бориса Киваркова сняли с должности партийного руководителя Нагорного Карабаха. 26 февраля Горбачёв принял армянских писателей Зория Балаяна и Сильву Капутикен. 27-29 февраля армянские погромы в Сумгаите. Ссылка вверху о зачинщике и провокатора АКТООН посылка вверху. 21 мая Багирова и Демирчана снимают с постов первых секретарей компартий Азербайджана и Армении. 15 июня Верховный Совет Армянской ССР проголосовал за включение Нагорного Карабаха в состав Армении. 17 июня Верховный Совет Азербайджанской ССР подтверждает, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. 18 июля Президиум Верховного Совета СССР решает, что Карабах остается частью Азербайджана. 26 июля Аркадий Вольский послан в Нагорный Карабах как представитель Политбюро. 18 и 20 сентября Армяне изгнаны из Шуши, азербайджанцы из Степанакерта. 21 сентября в Карабахе вводится режим особого управления. Ноябрь Массовое изгнание азербайджанцев из Армении. 17 ноября 5 декабря Массовые демонстрации в Баку 7 декабря Спитакское землетрясение от автора канала. И за день до землетрясения изгнание азербайджанцев из Спитака с Армении. Избитый самолет с спасателями из Азербайджана. И один из спасателей выжил. Продолжаем. BBC 10 и 11 декабря Михаил Горбачев посетил Армению. Арестованы члены комитета Карабах. 1989 год 12 января в Карабахе учрежден комитет особого управления, возглавляемый Аркадием Вольским. 31 мая освобождены из тюрьмы члены армянского комитета Карабах. 11 сентября зарегистрирован Народный фронт Азербайджана. 25 сентября Верховный совет Азербайджана принимает декларацию независимости. Ноябрь прекращение железнодорожного сообщения в Армению со стороны Азербайджана и в Нахичевань, со стороны Армении, от автора канала в те годы очень активно армяне начинили грабить поезда и людей. Вспомнили, 1918 год ссылка вверху. 28 ноября комитет особого управления под руководством Вольского распущен. 1 декабря Верховный совет Армянской ССР и Национальный совет армян Карабаха объявляют о воссоединении Карабаха с Арменией. 1990 год 13-15 января армянские погромы в Баку. 15 января в Карабахе вводится особое положение. Левонтер Петросян Август 1990 года Левонтер Петросян избран спикером парламента Армении. 19 и 20 января советские войска входят в Баку. Убито свыше 100 протестующих и случайных прохожих. 20 января Айас Муталибов становится руководителем Компартии Азербайджана. 26 января второй секретарь Компартии Азербайджана Виктор Поляничко прибывает в Нагорный Карабах, чтобы возглавить новый организационный комитет. Майя армянское общенациональное движение одержало победу на парламентских выборах в Армении. Бюджет Нагорного Карабаха возвращен в состав бюджета Азербайджана. 25 июля Центральный комитет КПСС принял постановление о разоружении незаконных формирований в Карабахе. 4 августа Ливонтер Петросян избран спикером нового парламента Армении. 23 августа парламент Армении принял резолюцию о суверенитете. 1991 год – 17 марта референдум о сохранении Советского Союза. Азербайджан принял участие, Армения – нет. 30 апреля подразделения советских войск и ОМОНа начали операцию «Кольцо», официально направленную на разоружение боевиков в армянской деревне Чайкент, Гиташин. Продолжение следует другой раз. Всем спасибо. Не забываем ставить лайк или дизлайк, подписываться и нажимать на колокольчик. Спасибо и удачного дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok